Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Продолжаем играть в ферму. И на самом деле не прошло вообще времени с тех пор, как я закончил прошлую серию. Точнее, время-то, конечно, прошло, но в игре нет. В прошлый раз мы запустили завод Alcoa Metal, но он еще нихренашеньки не сделал, потому что время не прошло. Сегодня, друзья, я хочу поставить сады и теплички. У нас есть 890 тысяч, и в принципе мы можем что-то даже поставить. Хотя на самом деле денег мало. У нас есть 45-е поле, которое я уже давненько вообще не трогал, не засаживал. Это у нас еще кофе здесь последний раз рос. В общем-то, на это самое поле я хочу сады и теплицы поставить. Но предварительно это поле, друзья, надо зарисовать травой, потому что, ну, такое это некрасиво будет. Поэтому надо найти сначала здесь траву. Вроде бы вот эта трава, да? Нет, нам не нужна не такая. Во, вот такая вот трава нам нужна. Берем самую большую вообще кисть, которую только возможно, и зарисовываем. Сделано, друзья, не очень аккуратно, но на самом деле вот эта вот трава потом вырастет, и все это будет здесь однообразно, насколько я понимаю. Кстати говоря, насчет травы. У нас же выросла на лужайке трава, да? У нас здесь выросла трава, давайте ее покосим. Ей, друг, коси. Так вот, 830 тысяч у нас осталось. На самом деле, да, маловато денег. Но, по крайней мере, начать это все дело здесь как-то размечать мы уже можем. Значит, у нас есть тут много вариантов разных садов. Я думаю, что мы поставим по одному саду каждого типа. Плюс также, друзья, есть еще всякие теплички. Их тут не так много, как садов, но тоже прилично. Надо поставить все. Не знаю, много чего, наверное, нам не понадобится, но поставим все. Денег на все не хватит. Можем ли мы что-нибудь продать? У нас есть миллион канолы, у нас есть много сахарного тростника, щепа силы с трава. Тоже много. Канола стоит 713 на ресторане. Давайте продадим. 700 тысяч лишними не будут. Отправим два наших самых больших грузовика по одному разу скататься. Давай, друг, едь. И вот этого грузовичка тоже отправим. Один разик, давай, друг, едь. Канола сейчас продастся. Ехатим как раз недалеко. Надеюсь, маркер исчезнет? Да, исчезнет, если я туда просто пришел. А для начала, друзья, для начала, прежде чем ставить сады, нам, друзья, еще нужно одно производство поставить. Я думаю, что мы его поставим вот сюда. Это небольшое производство, это компост мастер. Преобразует траву, солому, навоз, щепу и сечку в компост. Для работы требуется дизельное топливо. В общем-то, это не проблема. Проблема в том, что я не помню, как тут автодрайв везде идет. Но ладно. В теории, конечно, компост мастер не помешал бы поближе. Например, вот здесь. А давайте, знаете, здесь и поставим. Почему бы и нет? Вот, пускай здесь будет. Можно привезти сюда 250 кубов всякого разного и 25 кубов дизеля. Давайте, в общем-то, привезем, запустим. Придется, друзья, покататься вручную, наверное. Повезем туда солому. Солому у нас вообще нигде не используется. Она у нас есть. Поэтому везем солому, да. Этот пока что заполняется. Давайте оставим его в покое. Отвезем тогда дизель. Дизель повезем вот на этой штуке. Блин, всегда казалось, что этот дизель заполняется прям супер быстро. А оказывается, он заполняется не супер быстро. Пока он заполняется, друзья, поставим заполняться вот этот вот прицеп. Заполнять солому. Тем более, что тут тоже заполнять нужно много. Солома у нас есть миллион литров. Она вообще ни разу нигде не использовалась, по-моему я ее собирал вот с этого вот поля, пшеницу когда-то выращивали или еще что-то. И в общем соломы я там трохи подсоврал. Дизель наверное уже заполнился, да, дизель заполнился, поехали выгрузим. 5 кубов дизеля осталось, но благо его есть куда спихнуть. Отправим его на камни дробилку, пускай он там выгрузится и потом приедет припаркуется. Тем временем у нас кстати канола продается, первый прицепчик доехал. Не сильно много денег конечно мы с канолы получаем, но это хоть что-то. Давай есть разгружайся, а этот заполнился. Поехали выгрузим соломку. Солома друзья тоже выгружаем. Возможно я сейчас не очень красиво конечно езжу по траве, но... Черт как здесь громко. Так вот, возможно не очень красиво сейчас кататься по траве, но когда мы поставим здесь сады и все остальное, я думаю что я нарисую здесь еще какую-нибудь дорожку и все у нас будет по красоте. Солома разумеется тоже вся абсолютно не влезет туда. 20 кубов придется отправить потом обратно на базу, на мой элеватор. Производство кстати зашуршало. 25 кубов в час производится у нас компост. Шикарная скорость. Я вот не знаю потом какое у нас будет потребление компоста. С одной стороны может быть имеет смысл провести сюда автодрайв. Я в общем-то потом об этом еще подумаю. Может быть проведем, будем подсыпать тогда солому маленьким нашим прицепчиком. Он задним ходом спокойно сможет сдавать. Дизель скорее всего придется возить сюда вручную. Вроде как не сильно большое потребление дизеля будет. Я по крайней мере на это надеюсь. 20 кубов осталось. Отвозим это на базу и не паримся. А тем временем кстати еще и второй прицеп тоже начал продаваться. Миллион есть. И там еще 300 кубов канолы. Нормально. Не то чтобы мы супер богатые. Может быть друзья следовало мне конечно не торопиться подождать пока созреет наша вот эта вот травка интересная. Собрать ее, продать было бы куча денег и можно было бы развлекаться. Бездынь еще 146 тысяч. И то го у нас на балансе миллион 388. Да, с учетом цен конечно тут не все так хорошо. У нас есть 10 разных теплиц. В принципе у нас хватит денег на все теплицы. А вот на сады у нас на все точно не хватит. Хотя есть просто сады которые 50 тысяч стоят. Наверное хватит. Ладно друзья. Сегодня мы нарушим все мои правила. И залезем в кредит. Эпперный театр какой-то большой. Ладно. Ставим в общем-то аккуратненько все сады. Ну вот и все. Получается сады закончились. Я их поставил здесь ровненько в ряд вот так вот. В один ряд они все не влезли. Пришлось две штуки ставить еще вот так. Но друзья мы здесь еще теплицами сейчас продолжим. И в теории это будет выглядеть красиво. Единственное конечно денег у нас не хватает на теплицы. Поэтому берем кредит. Кредита берем миллион. Итого на балансе миллион 258. И продолжаем тогда ставить теплички. 10 штук их. Я вот только не знаю все ли нам отсюда надо. И если они вдруг не влезут все. Но будем надеяться что влезут. Музыка. 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 Бздынь и готово. Пришлось правда взять еще кредит на 300 тысяч. Потому что не хватило денег. Две теплицы я всунул криво. И пришлось их сносить за пол цены. Но все нормально. Вроде бы даже аккуратно довольно получилось. Возможно стоило начинать чуть-чуть вот в сторону отодвинуть. Но с другой стороны у нас здесь все влезло. Еще друзья конечно по хорошему потом надо будет поставить склад для всего вот этого дела. Сад фруктов и овощей. Насколько я понимаю это он. Но у нас не хватает денег. Поэтому я даже не могу посмотреть его размер. Ну ладно это мы сделаем как-нибудь в другой раз. Возможно даже. Давайте вид просто вот такое сделаем. Возможно даже имеет смысл поставить его например вот на какую-то вот эту территорию. Спилить несколько деревьев отсюда. И чтобы это все было недалеко возить прямо отсюда. У нас осталось друзья 37 тысяч всего. Я не буду сейчас эти деньги тратить на терраформинг. Мы это в следующий раз потом сделаем как-нибудь. Сейчас надо посмотреть что у нас где требуется. Начнем друзья с садов. Везде в принципе требования одинаковые. Что такое компост от покоса я честно говоря не знаю. Возможно. Возможно. Можно приехать на маленькой косилке покосить эту траву. И она как-то уйдет в компост. Можно кстати будет попробовать. Но ладно как-нибудь в другой раз. Также можно привести компост воду удобрения гербициды. Можно привести компост воду удобрения известь. Это просто разные линии. Чем больше всего мы привозим тем больше яблок у нас будет на выходе. Компост вода удобрения. И гербициды известь удобрения вода компост. То есть мы можем привести воду известь удобрения и компост. И у нас будет работать грубо говоря три линии. С этим понятно. Далее теплицы. Почему у меня не открывается меню производства? Я, возможно, их очень близко друг к другу поставил. И из-за этого потом может что-нибудь нехорошее случиться. Я не удивлюсь. Но давайте откроем тогда меню здесь. Производство малины. Нужен компост, вода, поддоны. И все. А что так мало-то? Теплицы с помидорами. Активное производство 0 из 5. Почему там одно было только доступно? Производство арбузов. Линии недоступны здесь почему-то не показываются. Но здесь, в принципе, примерно та же самая история, что и с садами. То есть привозить надо и известь, и гербициды, и удобрения, и компост, и воду, и все остальное. По всему, друзья, за кадром я, в общем-то, буду заниматься вот этим вот всем делом. Привезу сюда все ресурсы. Хотя, что уж тут это самое. Можно прямо сейчас этим и заняться. У нас есть супер большой ман вот такой. Удобрения и известь у нас прямо в достатке. Можем с этого и начать. Сколько туда вообще влазит этого всего дела? А, по 10 кубов. Так я даже до хрена слишком повезу сейчас. Кубов, наверное, 250-300 можно заполнить. И этого точно хватит на все. Пускай, в общем-то, будет 300. Погнали, развезем эти удобрения по всем теплицам, по всем садам. Музыка. 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 220 кубов у нас получается потрачено на все это дело. Давай, друг, есть, выгружай тогда это все в элеватор. Нам нужно провернуть ту же самую операцию теперь с известью. Возьмем вот этот на 270 кубов грузовичок и сделаем то же самое с известью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, на 4 сада получается у нас не хватило удобрений извести. В теплице там по 20 кубов бралось. Это много. Ну ладно тогда, сейчас добьем. Ты друг едь на парковку, а мы тогда возьмем же Сибишку. Тут как раз вот место вот то, что надо. Ну почти. Немножко не хватило, друзья, на последний сад. Будем иметь ввиду, что здесь на 3 куба меньше. Я не знаю, какой здесь будет расход этой самой извести. Но скорее всего придется мне, не знаю, раз в день, раз в два, раз в три просто вот так вот кататься и здесь все подвозить. Я на этом, друзья, больше акцент делать, наверное, не буду. Ты друг, давай едь паркусь, у тебя все нормально. Компост, друзья. Компост у нас производится. Его уже 12 кубов даже есть. Производство здесь супербыстрое. А можем ли мы его хранить на складе? На этом не можем. И на этом не можем. Не очень это хорошая идея, конечно, но ладно. Еще, друзья, надо воду привезти. Воды здесь влезает 50 кубов в один сад. Черт, воды надо прям много. Скорее всего в теплицу тоже 50 кубов. Мне не нравится то, что не вызывается меню. Меню производства. О, если сюда зайти, открывается. И здесь только одна эта штука. И здесь 50 кубов. У нас 22, соответственно, миллион 100 тысяч литров надо будет привезти. Я, друзья, это сделаю за кадром, потому что, ну, прицеп всего на 100 кубов. Возможно, кстати, из озера будем брать воду. Раз у нас тут это озеро есть. Правда, тут воды уже тоже не так много осталось. Но ближе ездить будет. Вот, друзья. Значит, за кадром. Я привезу воду. И начну разбрасывать компост. То, что здесь вот будет производиться потихонечку. Он производится быстро, поэтому буду по чуть-чуть докидывать. В следующей серии мы с вами встретимся, когда у нас будет уборка наших полей. Там тогда и посмотрим. Это будет, наверное, через два дня. Что у нас тут наделается с нашими вот этими вот всеми ресурсами. Поддоны я тоже сюда подвезу. Гербициды, друзья, пока что обойдемся без гербицидов. Потому что для производства гербицидов нужен уголь, мыло и уксус. У нас нет ни мыла, ни уксуса. Поэтому этим мы заниматься не будем. По крайней мере, в ближайшее время точно. Вот, работа получается у меня тут дохренища. Я вот думаю, чтобы я просто не сделал ошибку. И чтобы это... Вроде как я здесь близко друг к другу это все поставил. Чтобы все красивенько было. Чтоб оно не залазило друг на друга. Мало ли что. На этом, друзья, тогда сегодня все. Серия, видимо, опять получилась короткой. Но раз такое дело, в принципе, предлагаю вам ту же самую историю, которая у нас была в прошлой серии. Если под этим роликом будет больше лайков. Если завтра утром будет больше лайков, чем под предыдущей. То следующая серия выйдет завтра же. Все честно. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Кто не хочет ждать следующую серию на Boosty, спонсорка в описании. Ссылка, там все есть. И вообще ссылки на все есть в описании. Всем огромное спасибо за внимание. Всем покаки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok